Любовь к шитью у Марии Берловой началась давно, в детстве, со случайности. Причем приятно ее не назовешь. Еще бы порезать пальто, которое совсем недавно ей подарил отец. Шила куклам из всего, что было. Заколки распарывала, пододеяльники, шторы. В общем, все, что шло в ход, все брала оттуда. Потом в школе я уже записалась. Школа у нас Алла Орловой была. Там мы шили, учились шить для себя. Уже первый сарафан я свой шила. Мы участвовали в показе мод. Шло время. Увлечение перерастало в занятие, которое приносит доход. А с появлением такого явления, как соцконтракт, планировать расширение своего небольшого бизнеса стало проще. Ко мне пришла моя знакомая, попросила подшить ей брюки. И мы разговаривали, она открыла свой парикмахерский салон. И вот она говорит, а почему бы тебе не попробовать? У тебя же все получится. И я пришла в соцзащиту нашу, все узнала, какие нужны необходимые документы. Мне все подробно девочки рассказали. Максимальная сумма, которую можно получить от государства – 250 тысяч рублей. Кажется, немаленькие средства пока не начинаешь расспрашивать о стоимости того или иного предмета. Даже на примере обычного манекена. Вот этот стоит 14 800. Потому что он изготовлен по индивидуальным меркам. Я просила именно на свою дочь. То есть здесь именно эти манекены, они повторяют все части тела ребенка. То есть достоверно, где-то там выпуклый животик немножко, спинка вогнутая. То есть полноценно вот тело ребенка. Такой мерой поддержки в регионе воспользовались уже порядка тысяч орловчан. Оформление занимает минимум времени и усилий. Главное – просто сделать первый шаг. Анастасия Гришина, Сергей Быковский, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.